Здравствуйте, студенты! Сегодняшняя тема лекции – это текстурирование объектов в 3D Max. Основные вопросы сегодняшней лекции – это понятие текстурирования в 3D Max, библиотека текстур, типы материалов и их применения, копирование параметров материала, расположение текстур на модели. Понятие текстурирования в 3D Max. Завершив создание трехмерных объектов, нужно приступать к следующему ответственному этапу работы над проектом – текстурированию. Любые объекты, которые нас окружают в реальной жизни, имеют свой собственный характерный рисунок, по которым мы можем безошибочно узнать объект. Материалы, которые имитируются в трехмерной графике, могут быть самими разнообразными. Материал – дерево, пластик, стекло, камень и многое другое. При этом каждый материал определяется большим количеством свойств – рельф поверхности, зеркальность, рисунок, размер блика и тому подобное. Для описания характеристик материала используются числовые значения параметров – процент, прозрачности, размер блика и другое. Одной из основных ролей в описании характеристик материала играют процедурные карты – двухмерные изображения, генерируемые программы для загружаемой из графического файла. Процедурная карта позволяет определенным образом задать изменения параметров материала. Например, использование в качестве карты прозрачности стандартной процедурной картой. Шахматная текстура делает материал прозрачным и клетчатым. Библиотека текстур. Программа 3D Max содержит отдельный модуль для работы с материалами, который называется Material Editor. С его помощью можно управлять такими свойствами объектов, как цвет, фактура, яркость, прозрачность и другое. Окно Material Editor вызывается при помощи команды Material Editor или клавиши M. Если вы работаете с версией 3D Max 20, где по умолчанию выбран визуализатор Mental Ray в окне Material Editor, отображаются основные типы материала, которые наиболее часто востребованы в архитектуре и дизайне. Каждый материал размещен в отдельной ячейке. Перейдя в нужную ячейку, можно увидеть настройки материала и при необходимости изменить их. Которые вы видите на экране. Основные типы материалов доступны при использовании в визуализации Mental Ray. Потом, при помощи этого набора материалов, которые имеют общее название ProMaterials, можно задать реалистичный материал, керамику, бетон, стекло, пластик, камень и другие типы поверхности. Каждый из материалов имеет достаточно простые настройки, большинство из которых являются не числовыми, а писательными. Например, настраивая пластик, можно выбрать один из вариантов поверхности. Полированное, блестящее или матовое. Вот вы видите на экране основные типы материалов доступны при использовании стандартного визуализатора. Это показано у нас на рисунке. Потом типы материалов и их применение. Ниже перечислены наиболее часто используемые типы материалов 3D Max при использовании стандартного визуализатора. Это у нас стандарт, самый распространенный материал, используемый для текстурирования большинства объектов 3D Max. Architectural позволяет создавать материалы высокого качества, обладающие реалистичными физическими свойствами. Типы материалов и их применения. Позволяет добиться хороших результатов только если в сцене используются источники света Photometric Lights. Это фотометрия. А просчет освещения учитывается, рассеивание света Global. Это общее освещение. Blend. Это получается при смешивании на поверхности объекта двух материалов. Parameter Mask. Его настройка определяет рисунок смешивания материалов. Степень смешивания задается при помощи Mixamode. Это величина смешивания. При нулевом значении этого материала отображается будет только первый материал при значении 102. Следующий это композит. Это композит позволяет смешивать до 10 разных материалов. Один из которых является основным, а остальные вспомогательными. Вспомогательный материал можно смешивать с главным, добавить и вычислить из него. Double Side. Это подходит для объекта, который нужно текстурировать по-разному с передней и задней стороны. Linking Point. Это служит для создания рисованного двухмерного изображения и может быть использован при создании двухмерной анимации. Late Type. Это применение для управления методом корректного посчета освещения Radius City. Made Shadow. Это область свойств сливается с фоновым изображением. При этом объекты с материалом Made Shadow могут отбрасывать тень и отображать тени, отбрасываемые другими объектами. Такое свойство материала может быть использованы при совмещении реальных отснятиях кадров и трехмерной графики. Моффе. Это морфинг. Позволяет, управляет, раскрашивает объекты в зависимости от его формы, используя вместе с одноименным модификатором. Multi Sub Object. Это многокомпонентное. Состоит из двух и более материалов. Используется для текстурирования сложных объектов. Вот у нас на экране вы видите отображение многокомпонентного материала в ячейке, типы материалов и их применения. Routers. Это у нас трассировка. Для визуализации этого материала используется трассировка лучей. При этом отслеживаются пути происхождения отдельных световых лучей от источника света до объектива камеры с учетом их отображения от объектов сцены, переломления и прозрачности в средах. Shell материал. Это оболочка. Используется, если сцена содержит большое количество объектов. Чтобы было удобнее различать объекты в окне проекции, можно указать в настройках материала, как объект будет раскрашен в окне проекции и как после визуализации. Shell. Это многослойный материал, состоящий из нескольких материалов. Base материал. Это основной материал. И Shell материал. Это степень прозрачности последнего. Можно регулировать. Вверх, вниз, top, bottom. Это состоит из двух материалов. Предназначенных для верхней и нижней части объекта. В настройках можно будет установить разный уровень смешивания материалов. Копирование параметров материалов. В одной сцене могут использоваться разные материалы, некоторые параметры которых совпадают. Поэтому для группы параметров 3D Max предусмотрена возможность быстрого копирования. Например, для установки параметров цвета вручную необходимо будет вызвать окно Color Selection, в котором производится настройка цвета D. Если в сцене нужно будет выбрать один и тот же цвет, для нескольких параметров можно будет использовать окно Color Selection. Это выбор цвета. Каждый раз она строит цвет для одного параметра, после чего просто копировать и вставить необходимый цвет. Для этого шелкните на цвет, который нужно будет перенести правой кнопкой мыши и выберите команду Copy. Как мы уже говорили выше, наряду с другими параметрами для описания свойств материала используется процедурная карта, которая представляет собой двухмерный рисунок, сгенерированный в 3D Max. Этот рисунок может определять характер влияния параметров материала в какой-нибудь области поверхности трехмерного объекта. Каждая процедурная карта имеет свои настройки. Bitmap позволяет использовать для описания характеристик материала любое графическое изображение в формате, например, который поддерживает 3D Max. Это может быть JPEG, GIFT и т.д. Композит. При помощи этой карты можно создать сложный материал, состоящий из нескольких карт, наложенных друг на друга, с использованием альфа-канала и других способов. Карта композит похожа на палитру Layers и в Photoshop. В Photoshop. Каждая карта, которая входит в состав композит, это отдельный слой, для которого можно устанавливать уровень непрозрачности, подбирать режим смешивания, добавить маску и выполнить другие операции, знакомые пользователям Photoshop. Color Selection тоже добавляет в 3D Max некоторых возможностей в Photoshop. С помощью Color Selection можно выполнить цвет коррекционную других карт. Настройки карты представлены несколькими ползунками, которые дают возможность изменить оттенок, подобрать насыщение цветов, а также управлять яркостью и контрастом. DENT чаще всего применяется для параметра RELF. Она используется для имитации вмятий на поверхности объекта. FALL OF – это имитирует градиентный переход между оттенками серого цвета. Характер изменения рисунка можно задать в списке FALL OF TYPE, которым может применять значение TWO WORDS AWAY. GRADIENT – имитируется градиентный переход между тремя цветами или текстурами. Это у нас градиент, линейный градиент, представляет собой модификационную карту градиент. В настройке карты есть специальная градиентная палитра, на которой при помощи маркера устанавливается цвет и определяется их положение относительно друг к другу. Процедурная карта NOISE создает эффект зашумленности, характер шума, может быть REGULAR, FRACTAL и TURBOLENCE. Основными настройками верхние значения, нижние, size, размер, уровни и два базовых цвета шума – COLOR 1 и COLOR 2. NORMAL – это RELF NORMALLY, позволяет использовать визуализирование текстуры NORMALLY для получения рельфной поверхности. OUTPUT – это результат, определяется характер, влияние текстур с помощью таких процедур, параметров, например, как ограничение яркости, уровень RGB и другое. Потом дальше PERLINE MARBLE – это мрамор с рисунком, полученный на основе алгоритма линейного турбулентного искажения. Эта карта является улучшенным вариантом карты MARBLE и дает возможность получения более интересных рисунков этого материала. Расположение текстур на модели. Для того, чтобы как-то описать положение текстур на объекте в трехмерной графике, введено понятие системы проекционных координат. Иначе говоря, это специальная система координат, которая привязывается к поверхности трехмерной модели, с помощью которой устанавливается точное положение текстур на объекте. В отличие от привязанных обозначений XYZ, проекционная система координат обозначается буквами U, V и W. Вы можете уже успеть проэкспериментировать с наложением материалов в 3DMAX, то вам нужно будет знакомо назойливое сообщение, например, MISSING MAP COORDINATES. Пришло время рассказать, что означает эта фраза. Каждый текстурируемый объект должен обладать свой, например, проекционной системой координат. Если вы посмотрите настройки основных примитив, то увидите, что в настройках всех этих наложенных флажок General Mapping Cords, установка этого флажка означает, что объекту присваивается проекционная система координат. Если вы, например, назначите объекту, который не имеет проекционный координат, материал, содержащийся текстурные карты, 3DMAX автоматически создаст для него эту систему. Чтобы сообщение MISSING MAP COORDINATES вас не беспокоило, необходимо включить использование проекционной системы координат в настройках объекта и назначить объекту модификатор, который мы только что говорили. Сегодняшняя лекция подошла к концу. Вот вам вопросы для закрепления. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...